Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По словам Васильева, особенно нужны кадры для биофармацевтики, сельского хозяйства, развития ТАСЭР, поскольку эти направления для Кировской области приоритетные. Полтавченко отметил, что у Санкт-Петербурга большой опыт в развитии фармацевтического кластера и подготовке кадров для биофармацевтики. Он предложил подготовить дорожную карту с конкретными мероприятиями по сотрудничеству в рамках подписанного в прошлом году соглашения между регионами. Подписать документ планируется на Петербургском международном экономическом форуме. Программа Экономика. Росреестр мешает развивать центры оказания услуг для бизнеса. Об этом заявляют в Министерстве информационных технологий. Там создают сеть центров, куда могут обратиться за госуслугами юрлица и пей-стартаперы. Специальные окна открывают на базе банков с большой сетью, пока в проекте участвует только Сбербанк. По словам чиновников, услуги Росреестр одни из самых востребованных у предпринимателей, но через банковские окна их невозможно предоставлять, поскольку Кировское управление этой структуры использует свой программный продукт. По словам чиновников, проблема в толковании закона, по которому работает МФЦ. Там не сказано, что прием документов может осуществлять кто-то, помимо сотрудника МФЦ или Росреестра. Этот вопрос кировские власти хотят решить путем обращения к федеральным. А теперь информация от наших партнеров. Бизнесу и гражданам спишут часть долгов по налогам. Впервые за шесть лет в стране проводится налоговая амнистия. Россия насбавят от долгов по транспортному, земельному и налоговому имуществу, накопившимся до 2015 года. ИП тоже смогут не платить по долгам за тот период, будут списаны и пение штрафы. Сделать это обязанность налоговых инспекций, отмечает руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук. Долговики не вправе отказать физическим лицам или ИП в списании долгов по налогам и страховым взносам, если задолженность подпадает под списание в соответствии с законом. За налоговыми инспекциями не закрепили обязанности по информированию физических лиц и ИП о принятии решения об амнистии. В связи с этим человек может и не узнать, что попал под налоговую амнистию и его долги прощены. Полагаем целесообразным уточнить своей ФНС, принято ли в отношении вас такое решение. Если да, то рекомендуем пройти сверку с ФНС и получить соответствующий акт. Если такое решение еще не принято, то поинтересуйтесь, когда налоговые органы это сделают. Под амнистию попадают ИИП с долгами по страховым взносам, которые образовались до 2017 года. Правда, не все. Получить консультацию специалиста по вопросам списания долгов, а также другую помощь профессионалов можно в компании «Бухгалтеры Я». Телефон 46-42-81. Экономика. И о валютах. Доллар на сегодня 55-67, курс евро 68-66. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.